Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И у нас с вами очередной выпуск. Мы будем с вами разговаривать о том, сколько стоит жизнь на лодке. Поехали! Любой человек, который хоть раз задумывался о яхтинге, представляет это себе как полную свободу. Это невероятное чувство единства с природой ты можешь ощутить, стоя на якоре. Яхтинг, он многообразен. Помимо природы вы можете наслаждаться урбаном, заходя в самое сердце европейских городов. Если вам нравятся закаты и восходы, ничего лучше нет, чем выйти с утра с чашечкой кофе, спустить ноги с борта лодки и насладиться красивым видом. Но вы понимаете, что в современном мире за все нужно платить. Какая цена этой свободы? Ранее нас постоянно спрашивали, сколько же стоит жить на лодке. Но на самом деле ответа одного и простого нет. Потому что в различных регионах стоимость разная. Но давайте попробуем эту завесу тайм приоткрыть. Сделаем с вами такой сводный анализ. И посмотрим из чего же собственно это все состоит. И приблизительно порядки в различных частях нашего земного шара. Вы знаете, что добраться сюда в Панаму у нас заняло очень много времени. С 2013 года я путешествую и вот мы здесь. Но сделать это можно значительно быстрее. Благодаря нашему партнеру на этот выпуск, а возможно и на будущее. Aviasales.ru Самый крупный в Рунете мета-поиск дешевых авиабилетов. Благодаря этому сервису вы можете оказаться в Панаме уже наверное на следующий день. А для некоторых может быть еще и в этот. Но прежде чем мы начнем с вами обсуждать непосредственно цены. Давайте я вам расскажу свою позицию. Я совершенно против жить на последние средства и дотягивать до следующего месяца. И понимать, что если вот ты сейчас потратишь 2 доллара на пиво в баре, то собственно на ближайших несколько дней ты не будешь покупать себе, не знаю, там продуктов. Я сторонник разумных трат. Там где можно сэкономить, я готов экономить. Там где сэкономить дороже, чем чуть-чуть переплатить, но при этом освободить себе много свободного времени. Я готов на некоторый баланс. Могу переплачивать за какие-то сервисы просто для того, чтобы иметь свободное время. Если мы находимся в таких регионах, например, как Карибы, где я не могу доверять никому из механиков, потому что если я окажусь в море и у меня лодка сломается, то, к сожалению, мне некому будет позвонить там с Альвамента, например, в Испании и попросить ассистанс. Нет, у меня такой возможности не будет. Поэтому я делаю это самостоятельно. Но давайте вернемся к яхтингу. Если есть люди, которые хотят жить на последний бюджет, выживальщики, наверное, это их выбор, но я здесь не смогу с этой точки зрения вам ничего подсказать, потому что я имею в корне другой подход к данной ситуации. То, что я трачу на лодке, это абсолютно размеренный расчетный бюджет, который мы изначально закладываем. Если он двигается туда-сюда, да, окей, но мы все равно находимся в зоне безопасности. То есть у нас есть бюджет, который мы можем тратить ежемесячно, и он перекрывает с определенным запасом наши нужды. Может быть, если я захочу поменять, например, себе генератор, то я, конечно, из этого бюджета вывалюсь. Но нужно понимать, что если такая возможность есть, тогда этот бюджет должен быть заложен. У меня заложен бюджет на сервис и на обслуживание того, что на лодке установлено. Если бы у меня была такая ситуация, когда я думал, за что бы купить пиво в баре, наверное, я бы яхтинг не начал. Я бы продолжал работать и копить бюджеты для того, чтобы этого вопроса у меня не было. Поэтому я вам буду рассказывать исключительно об этом подходе, а вы уже на себя примеряйте. Если он вам не подходит, значит, у вас будет какая-то другая история. Если вы видите эту ситуацию под моим углом, значит, мы с вами на одной волне, значит, вы отсюда почерпнете себе информацию и сможете наложить вот этот шаблончик на себя и приблизительно посчитать свою ситуацию. Если вы собираетесь на лодке выживать на последние деньги, наверное, стоит рассматривать какие-то другие вводные и не слушать меня в данном случае. Для того, чтобы было просто и понятно, наше видео будет разделено по темам. Например, лодка, обслуживание, ремонты, марины, питание и так далее. В каждой теме я буду давать цены, которые идут на одного человека, либо на семью в день, в месяц, в год. Но мы будем считать с вами месячный период. То есть, если у нас ремонт текелажа будет стоить 10 тысяч долларов за 10 лет, это значит, что в год у нас будет 1000 долларов, это значит, что в месяц 1000 долларов будет делиться на 12. Также будет запас копилочка, из которой мы деньги не берем, но она нужна, и ее также вам покажу. Ну что, я думаю, что с этим понятно. Кому непонятно, разберемся в процессе. Вперед! Давайте возьмем базовые вводные. Лодка у вас уже куплена, любая, на ваш бюджет, который вы можете себе позволить. Этот вопрос мы в данном выпуске рассматривать не будем. То есть, это ваша домашняя работа, ее нужно сделать самостоятельно. Если вы не родились прямо здесь и сейчас, и для вас эта вся информация в новинку, если вы живете в городе, в большом, маленьком, неважно, у вас есть сумма, которую вы тратите на себя ежемесячно. То есть, вы покупаете еду для одного, либо для семьи, все зависит от того, как вы планируете жить и дальше на лодке. Далее, у вас есть, кроме еды, еще там зубные пасты, кремы для бритья, там, неважно. Далее, следующий пункт – одежда. На эти пункты вы постоянно расходуете бюджет. Так вот, он в лодке будет приблизительно одинаковый. Давайте возьмем для примера стоимость в Панаме и стоимость, допустим, в Украине на продукты питания. Возьмем просто там 3-5 позиций, чтобы сравнить порядок цифр на жизнь, собственно, на питание. Цены на продукты могут отличаться в разы. Давайте возьмем для примера, начнем с мяса. Берем среднюю цифру 20 долларов за килограмм и расчет на 200 грамм мяса на человека в сутки. Если это пара, то, соответственно, 400 грамм. Можно съесть и больше, но давайте возьмем что-то для начала. Яйца за десяток берем 2 доллара и, соответственно, получается 2 яйца на человека в день. Рыба. 10 долларов за килограмм, 200 грамм рыбы на человека в день. Картофель мы берем из расчета 3 доллара за килограмм, плюс-минус 300 грамм на человека и, соответственно, 600 на двоих. Помидоры в разных странах отличаются и стоят очень по-разному, от 1 доллара до 10. И берем среднее 3 доллара, условно говоря, 200 грамм на человека. Итого, это основной набор продуктов. Если мы добавим туда еще разные специи, соли и прочее, получится у нас на человека 10-15 долларов в день и на пару 20-25 долларов. Итак, вы видите, насколько отличается стоимость. То есть вы можете взять среднюю цену, вы можете находиться только в дешевых регионах, вы можете находиться только в тех регионах, в которые вы изначально запланировали ходить. Но, тем не менее, бюджет вы должны понимать заранее. Потому что, если вы придете, как мы, в НАСАУ, и окажется, что вам для того, чтобы пожарить завтрак, нужно заплатить там 70 долларов, то, наверное, в этом регионе вы можете стоять, но все-таки это будет немножко дорого, если вы захотите там стоять очень долго. Но вы можете стоять, например, не выходя из Испании и получить абсолютно нормальный ценник на продукты. Ну что, давайте резюмируем. Продукты питания. В принципе, на бюджет сильно влиять не будут. То есть, если вы привыкли к определенному количеству денег, которые вы тратите на продукты у себя в своем городе, вы будете приблизительно тратить столько же. Сумма может отличаться в зависимости от региона. Но, в целом, в мире продукты, они чуть-чуть дороже. Может быть, там, значительно дороже. Но это будет все равно какая-то сумма, которая на общий бюджет ежемесячный сильно влиять не будет. То есть, она будет отличаться, там, не знаю, в 200 долларов, но не более. Следующий веселый пункт – это алкашка. Если вы человек не пьющий, тогда эту графу вы можете просто упускать. Но, тем не менее, я беру среднестатистическое, потому что я вижу, люди здесь квасят каждый день. Ну, давайте возьмем, не знаю, там, 6 баночек пива просто для сравнения, чтобы этот бюджет тоже заложить. Там, 3-4 раза в неделю. Обычно это больше, поэтому умножите это все на 2. Ну, мы это просто заложим в бюджет, потому что вечером не выпить баночку пива на закате, а может быть, 2, такое бывает крайне редко. Поэтому в нашей графе появляется такой пункт, как алкашка. Теперь давайте еще немножечко поговорим про бытовуху. У вас в лодке в любом случае есть там туалетная бумага, зубные щетки, моющие, чистящие, всякие средства для мойки посуды, там, не знаю, крот заливать в унитаз, что угодно. То есть это бюджет достаточно большой. Оно может быть кажется, что это мелочи, но эти мелочи тянут вас на дно. Поэтому, если мы берем всю химию, которую мы используем просто для бытовых работ, я думаю, что 30 долларов в месяц дополнительно плюс к вашему ежемесячному бюджету. Фонарики, очки и кучу всего, то, что вы в любом случае покупаете, то, что в любом случае вкладывается в бюджет. Поэтому я думаю, что если мы это растянем на длительный период, еще двадцатку в месяц, мы накинем. Итак, полтос на всю бытовую химию и на всякую мелочевку, типа там батареек для пульта дистанционного управления под телевизор и прочее, в любом случае у вас меньше, чем полтос, в месяц уходить на это все не будет. Если мы рассматриваем стоимость жизни биотушки, собственно, о том, что ее там нужно нафаршировать, помыть, почистить, утеплить, то на самом деле стоимость жизни там, где вы привыкли, от стоимости жизни на лодке практически не будет отличаться. Единственное, что может отличаться, это стоимость вещей. Если вы привыкли там одеваться, не знаю, там от первой линии, например, там гуччи и прочее, то на лодке будет чуть-чуть дешевле. Если у вас одежда более бюджетной линейки, то, скорее всего, на яхтинге у вас будет немножечко дороже, потому что яхтенная одежда, когда тепло, это, конечно, шорты и майка. Но в любом случае у вас должна быть правильная одежда, такая, как непромы, а это стоит достаточно больших денег. То есть нужно быть готовым, что 500, 600, 700 долларов за один непром вам придется отдать. А если у вас двое, то это там около тысячи или даже немножко больше, плюс там обувь, плюс то, плюс то. И это будет нормально там под полторушку или двушку. Суммарно у вас будет вещей, которые вы будете носить именно профильно на яхтинге. Если вы приезжаете на чартер, например, то, конечно, вы можете не использовать такие вещи, а использовать там какие-то лыжные свои, это все подходит. Но если мы говорим о том, что вы уже живете на лодке, соответственно, одежда у вас должна быть правильная и одежда должна быть профильная. Поэтому если в среднем значении ценовом одежда, она будет от городской не отличаться, то если у вас бюджет немножечко меньше, более бюджетный вариант, то яхтенная одежда вам ударит по карману, потому что вы сместитесь автоматически на пару порядков вверх. И если вы думаете, что вы купили одежду и она будет у вас навсегда, нет, она будет у вас изнашиваться точно так же, как обычная одежда. Пару лет и она уже будет такая себе, там года 4 и это будет уже уйти. Рассчитывайте, если у вас не пром и вся одежда яхтенная обошлась там в полторы тысячи, значит тогда, если мы берем период 3 года, значит 500 долларов в год на одежду вы будете тратить, не считая там шорт, футболок, майк, но это можно в расчет не брать, то есть это будет все равно какая-то сумма маленькая и в данном случае она уже влиять ни на что не будет. Затратный, это уборки, стирки и прочее. То есть если у вас там в лодке есть стиральная машинка, это одно, если нету, то наверное где-то еще там под 50 долларов в месяц на стирку у вас будет уходить, потому что в Марине постираться в любом случае будет не дешевле, чем 10-15 долларов за загрузку. Бары, рестораны. Вы можете не ходить в ресторан и соответственно экономить деньги, но давайте возьмем среднестатистическое по рынку. Например, мы находимся в Панаме и здесь рестораны достаточно дешевые. Можно, конечно, взять за правило готовить себе каждый день, но хотя бы раз в неделю выйти переключиться, немножко расслабить голову, я в бюджет также закладываю. Но давайте не забывать, что, например, в той же Панаме сходить в ресторан, там заказать себе там допустим фреш и какое-то блюдо, будет стоить 10 долларов на человека. Если вы из двоих человек, соответственно, 20 баксов в неделю нужно закладывать минимум. Это если вы находитесь в дешевом регионе. Если вы находитесь в любом регионе, типа Испании, Франции, я думаю, что дешевле, чем, скажем, 20 долларов на человека у вас посидеть не получится. Поэтому полтосик в неделю нужно закладывать. А если вы хотите путешествовать по регионам, типа Соединенные Штаты Америки или еще где-то, то закладывать вам придется туда, наверное, и соточку. Но мы закладываем, учтите, раз в неделю. Если вы хотите ходить в ресторан каждый день, соответственно, умножаете этот бюджет на 7. Для этого я эту позицию вывел, вот как отдельно не включал ее в категорию еда. Теперь добавим такой пункт, как развлечение. Например, вы приезжаете, скажем, на Тенерифы, вы хотите взять машину на прокат, чтобы объездить, посмотреть. Конечно, вы можете прийти на лодке и просто простоять, скажем, где-нибудь на якоре и уйти. Это будет бесплатно и просто посмотреть все, что есть вокруг. Но если вы хотите немножко большего, если вы хотите посмотреть на страну, посмотреть на то, куда вы приехали, и, соответственно, позицию развлечения нужно сюда закладывать. То есть, например, взять машину в аренду, там, условно, 50 долларов. К ней же нужно топливо, к ней нужна оплата толов, к ней нужна оплата, если вы ездите не очень хорошо, штрафа какого-то минимального. И это будет у вас сверх бюджет. И нужно понимать, что если вы хотите посмотреть все, что есть вокруг, вы должны включить туда хотя бы, ну, я не знаю, там, из расчета 100 долларов в день, если вы еще куда-то приедете, там, где платный вход, зайти посмотреть. Поэтому учтите, что если вы путешествуете немного, а даже хотя бы раз в месяц меняете локацию, то соточку в месяц нужно сверху накинуть. Это будет в отдельной графе, в которую я буду включать совершенно необязательные, но крайне рекомендованные позиции. Если вы человек с активной социальной жизнью были в вашей гражданской, городской жизни, то, возможно, вы захотите иногда, там, сходить на дискотеку, где-нибудь погулять, там, потусить и прочее. Но здесь, как было, так и будет. Обычно по всему миру ценник приблизительно одинаковый. Поэтому, если вы хотите таких активных развлечений, тогда закладывайте это себе самостоятельно в свой ежемесячный бюджет. Медицина. Если вы здоровый как бык и не болеете, все равно рано или поздно вы будете ходить к врачу. Зубы, не знаю, если ничего серьезного, даже по мелочам, там, где-то порезались зашить. В любом случае, какой-то бюджет у вас здесь будет. Я не буду его включать сюда, но я его помещу в резервный фонд. Потому что, если вы будете брать страховку, страховка для людей, которые путешествуют вот так вот, как мы, будет стоить из расчета 100 долларов в месяц. И вы должны для себя сделать баланс. 1200 долларов, 1000 долларов в год на страховку, которая будет покрывать все ваши болячки за границей. Либо, как мы, например, там, 5 лет никуда не ходили и сэкономили, считайте, там, 6000 долларов. И если появилась проблема, может быть, этот бюджет будет компенсировать. Если у вас со здоровьем не очень хорошо, то, наверное, страховка нужна. Вы на этот вопрос ответьте сами. И небольшой спойлер на будущее. Мы для вас сейчас готовим очень большую серию роликов касательно медицины, касательно аптечки. С привлечением профильных специалистов, которые со стороны врачей расскажут о том, что мы делаем правильно, что мы делаем неправильно и как мы мыслим. И хочу сказать спасибо вам, потому что у нас на канале подписчиков большое количество. И мы можем прийти к известным людям и сказать, нам нужна от вас консультация. У нас канал и, пожалуйста, к счастью, мы уже можем себе позволить такие профильные консультации. И хочу сказать спасибо вам, потому что это благодаря вам, благодаря подписчикам мы можем вести такую деятельность, приходить с каким-то весом к профильным людям. Поэтому не забывайте подписываться на канал. И спасибо для нас. Это серьезно облегчает жизнь в ведении коммуникаций. Идем дальше. Опять же, касательно медицины. Аптечка. Аптечка, которая у вас на лодке должна быть. 500 долларов минимум. Это стоимость полной аптечки для лодки. Когда я покупал, у меня получилось около 1000 долларов. Но не забывайте, что один раз купив на штуку баксов, вы не решаете проблемы навсегда. У вас будут основные манипуляционные инструменты, которыми вы можете пользоваться. Но вы не сможете хранить таблетки вечно. У них есть срок годности. Поэтому 500 баксов мы размазываем на 2 года. И это получается ежемесячная цена, которую вы добываете. Добавляете обязательно к стоимости жизни вашей на лодке. Хотя есть другая опция. Может просто нужно перестать болеть. Теперь вопрос. Вы уехали с лодки с концами и больше не планируете никогда возвращаться на родину. Но на самом деле есть, если вы путешествуете с семьей, всякие косметические процедуры, которые иногда нужно проходить. Поэтому планируйте, что раз в год, раз в два года вам нужно будет вернуться на родину. Ну, либо там по решению каких-то задач. Если вы находитесь там в Испании, например, это бюджет вполне приемлем. Если вы находитесь во французской Полинезии, то вернуться на родину будет вам стоить там 2500 долларов в одну сторону билет. Поэтому учитывайте, если вы хотите летать туда-сюда, это будет большая сумма на ваши перелеты. Поэтому мы берем с вами ценник в там условно 500 долларов и размазываем его на два года. То есть за этот период времени в любом случае вы скорее всего прилетите хотя бы раз туда-сюда с какого-то среднего региона. Можно там заранее купить билеты. Это будет достаточно экономно. Поэтому, если вы собираетесь не летать, наверное, это можно из бюджета исключить. Но скорее всего вы будете летать, потому что практика показывает, даже если вам вообще там делать нечего, вы в любом случае рано или поздно захотите проведать там условно родителей. По-другому не получится. Не забывайте закладывать это в бюджет. Следующий пункт. Игрушки. У вас на лодке будут какие-то развлекалочки. Типа там SUP купить, то есть который может стоить нормально там 500 долларов. А если у вас двое, вы может быть захотите 2 SUP, там удочки для рыбалки, спиннинги. А если у вас есть увлечение типа кайтсерфинга, например, комплект оборудования для кайтов купить. Я не буду эту позицию включать в общую стоимость. Я ее включу в дополнительную. Чтобы вы просто понимали, какой бюджет возможен, если вы экономно расходуете, подчеркиваю, экономно расходуете деньги, но вы не хотите отказываться от своих привычных увлечений. Например, вот сейчас я купил себе FPV-дрон, то есть опять же увлечение. Стоит там мелочи, но тем не менее, это потом к нему ремкомплект, плюс, 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 и уже там по 1000 долларов набежало. Поэтому, если у вас есть какое-то хобби, и вы хотите продолжать им заниматься, то в любом случае вы на это деньги тратить будете. И это будет сумма точно такая же, как вы тратили ее до того. Вы пользуетесь компьютерами, вы пользуетесь планшетами, вы пользуетесь телефонами, которые нужно также покупать. Если вы телефоны не топите, в чем я очень сомневаюсь, потому что у меня на счету уже 5 телефонов, которые лежат на дне морском, и у Дины 2, и это за 3 года. То есть, если у вас телефоны там, типа айфона за под 1000 долларов, то топить их будет вам достаточно большой бюджет. Я перешел на дешевые телефоны, больше 200 долларов не покупаю, потому что он в любом случае утонет. Мне просто жалко на это денег. Поэтому, сюда тоже включайте какую-то сумму. Я вот ее сюда дынь добавил в список обязательных трат, потому что в любом случае, без современных средств связи, вы не будете существовать. Вам нужно будет ими пользоваться, и соответственно их покупать. Ну что, с вашей биологической жизнью мы разобрались. Всем понятно, сколько будет стоить вас содержать на лодке. А теперь переходим к самому страшному пункту, наверное, из всего перечисленного. Это лодка. Если вы покупаете лодку полную с завода, допустим, скажем там 500 тысяч долларов, то первое время у вас, конечно, мейнтененса будет меньше. Но на новую лодку вы будете покупать всякие там новые штучки. Если ваша лодка уже полностью приспособлена для жизни, вам уже на нее вообще ничего покупать не надо, вы уже вложились один раз и купили все, что хотите, потом начинается самое интересное. Потому что вне зависимости от того, купили вы лодку за полмиллиона, либо купили вы лодку за 100 тысяч долларов, скорее всего, в одном размере траты у вас будут практически одинаковые. Например, считаем риггинг, который по регламенту нужно менять раз в 7 лет. Совершенно не важно, будет у вас лодка новая, либо будет лодка старая, риггинг будет на нее стоить одинаково. Поэтому около 10 тысяч долларов вы закладываете на риггинг раз в 7 лет. Сюда же можно отнести и паруса, которые также изнашиваются, которые также нужно менять. Если вы надеетесь, что ваши паруса будут жить по 50 лет и без замены, можно с этими заблуждениями жить. Реальность потом придет и сама расставит все на свои места. Главное, чтобы для вас это не было сюрпризом. Если у вас лодка пустая, просто как пластиковый тазик и в ней ничего нету, тогда вам нужно будет раскошелиться на риггинг, паруса, на ремонт рулевого и прочее, прочее. Это одинаково будет для всех лодок. Если у вас лодка с электроникой, например, с шарплотером, который стоит там 3000 долларов, рассчитывайте, что через 7 лет ему уже настанет полностью каюк. Поэтому я вам рекомендую рассчитывать стоимость обслуживания мейнтененса из расчета 15% от стоимости лодки. Может быть, будет у вас получаться и 10%. Но реальность показывает, что если вы посчитаете, скажем, 10-летний период, то скорее всего есть шанс, то у вас может эта цифра дойти процентов до 20%. В зависимости, опять же, от режимов и условий эксплуатации. Если вы ходите много через океан, в плохих условиях, конечно, лодка будет изнашиваться сильно, этот процент может быть больше. Если вы ходите, скажем, под берегом и аккуратно все промываете и закрываете чехольчиками, этот период можно растянуть подольше. Поэтому вам нужно для себя понять, в каких режимах вы собираетесь ходить, потому что от этого будет зависеть полностью, сколько вы будете тратить на лодку. Повторяю, если вы стоите на месте, ничего не делаете, у вас будет меньше ценник. Если вы ходите много, будет ценник больше. Но менее 10% от стоимости лодки в год у вас получаться не будет, ни при каких условиях. Если лодка дешевая и старая, и пустая, то дешево все равно не будет, даже если вы учитываете замену риггинга. Опять же, не забывайте, что раз в два года лодку нужно вынуть, покрасить дно, поменять антифолинг. А если мы считаем цены в Европе, это будет 3000 евро минимум. Если мы стоим в Панаме, ну это будет 2000. Но меньше раз в два года вы за лодку платить не будете. Если вы решили жить по минимальному бюджету, то не забывайте, что даже стоя на якоре, вам нужно как-то добираться на берег. Вам нужен тузик, вам нужен мотор. Если вы где-то в Средиземке, где там 300 метров доехать, можно купить дешевый тузик, дешевый мотор. Это будет там условно 2000 долларов. Если вы хотите купить мотор подороже, потому что вы будете стоять, например, на Карибах, на якоре, и вам нужно преодолевать большие дистанции с более плохими условиями, то считайте 5000 долларов. И ваш тузик больше пяти лет не проживет. Поэтому эту сумму размазываем на вот это вот все и идем дальше. На каждой лодке есть Emergency Equipment, то есть спасательные плоты, спасательные жилеты, которые имеют срок действия. Пять лет максимум для этого оборудования, обычно меньше. Стоимость плота, у меня был ролик, в котором я рассказывал про плот, про спасательное оборудование. Добавляем его в стоимость, размазывая на пять лет период, это максимум, и делим на ежемесячную сумму. Добавляем в обязательные затраты. Стоянки в Марине. Если вы находитесь в одном месте, да, имеет смысл купить годовой контракт. Я не думаю, что у вас получится в Средиземном море купить годовой контракт дешевле, чем 5000 долларов. Если вы ходите в разных местах, то считайте, на 45-футовую лодку 50 евро в день будет вам обходиться стоимость. Есть регионы, где это будет дешевле, есть регионы, где это будет значительно дороже. Поэтому учитывайте, пожалуйста, что полтос в день, если вы просто путешествуете, живете на лодке, стоянка в Марине, если вы имеете годовой контракт, то из расчета 5000 долларов в год вам обойдется Марина. Страховка лодки. Добавляем сюда 1% с большой франшизой. Если вы никого не ударили за этот весь период, ездите аккуратно, то в любом случае 1% от стоимости лодки плюс еще 500 долларов на господи, как это по-русски ответственность перед третьими лицами у вас в любом случае будет. Если ваша лодка стоит 100 тысяч, значит рассчитывайте на полторушку страховки. Если вы стоите там 500, то, соответственно, пятерочку придется отлистать. Поэтому давайте возьмем что-то среднее, там 1200-250, это значит, что порядка 2500-3000 вам придется платить за страховку. И не забывайте про регистрацию. Если, скажем, вы регистрируете лодку под своим домашним флагом и платите все налоги, это одно. Если вы регистрируете лодку в Tax-Free зоне, то, соответственно, 3-4-5 тысяч долларов за 5 лет вам придется за это заплатить. Поэтому эту сумму также добавляем к стоимости владения лодкой. Из таких сумм, которые большие, размазываются на длительный период, не забывайте, что вам придется делать рефит. Например, так же, как и ригинг, раз там в 7, максимум в 10 лет, вам нужно будет перетянуть диваны, купить все матрасы и сделать вашу лодку красивую. Соответственно, сюда нужно, наверное, минимум трешечку добавить, чтобы все диваны перетянуть. На самом деле, будет больше. Но мы берем такой, если вы нашли дешевый поролон, там дешевые материалы и перетянули. Если нет, под десятку вполне вероятно это все получится. Ну, давайте берем дешевый вариант. Тент B-mini Spray Hood, который меняется раз в три года, потому что солнце беспощадное. Если вы находитесь в Тридеземке, может быть, пять лет, оно, конечно, и протянет, но есть у меня максимум по этому поводу сомнений. У меня на лодке, если взять площадь, только, например, сзади ткани, то это 17 квадратных метров. То есть, такой Spray Hood с таким B-mini тентом обойдется вам пять тысяч. Это если, ну, просто вы будете экономить на всем. Если же вы хотите из нормальных материалов, там будет, естественно, дороже. Поэтому берем самый тяжелый вариант и экономим на всем, закладываем пятерочку на пускай пять лет, хотя у меня это меняется раз в три года полностью. Замена поломанных частей. Лебедка. Три года и ей хана. То есть, вы в любом случае за два года будете менять в ней мотор, там за три года что-то еще. За пять лет она у вас просто будет утиль, ее просто выбросить и все. Две тысячи долларов. За этот период времени скорее всего умрут ваши доместик батареи, которые нужно будет заплатить пятерочку, наверное, минимум за это все. Если вы собираетесь ставить литий, как вот ролик, который я указываю сейчас, то это будет стоить там 15 тысяч, 20 тысяч, то есть нету бюджета максимального. Есть бюджет, который вы готовы тратить и которые, и задачи, которые будут выполняться тем оборудованием, которое вы ставите. Даже если вы будете ставить самые дешевые батареи, все равно меньше, чем там полторы тысячи, у вас ничего не получится для лодки. У меня лодка с электронной системой управления. Ручка пять тысяч, джойстик две восемьсот, харнес три тысячи. То есть, если вы хотите поменять все это оборудование, которое уже живет просто за счет того, что я его постоянно там, знаете, как эта история, когда пациент такой умер, его дефибриллятором, живи еще, он такой, еще поживу, и опять такой, брык его опять дефибриллятором. Дружи, вот так вот живет у меня электронная система. Кстати, сейчас мы будем в ближайшее время смотреть ролик о том, как я буду делать полный рефит всей электроники на своей лодке, отправлять ее ростику в Германию, он будет делать полный ревайринг для Харнес ТСУ, но об этом немножечко попозже. Пока просто поймите, что сумма на ремонт вот этих вот элементов раз в 7 лет обойдется вам еще, наверное, тысяч в 15 минимум. То есть, это нужно включать в ежегодный бюджет по обслуживанию лодки и просто размазывать это на период, как это я делаю. Но данную позицию я не буду указывать в нашей с вами спецификации, потому что если человек уже к этой системе пришел, он уже наверняка понимает, за что он платит. Поэтому мы эту систему не берем, берем систему обычную, как стоит на лодках и ее добавлять в бюджет не будем. Если у вас такая система, добавляйте еще там, не знаю, тысячу долларов в год минимум, а то и две на обслуживание вот этой системы в долгосрочном периоде. Переходим к следующему разделу перемещения. Для того, чтобы лодка двигалась, туда нужно залить денег. Как вы знаете, будь то это топливо, будь то это ремонт и будь то это износ элементов, чем больше ходите, тем больше платите. И вопрос не в объективном расходе топлива, а в поддержании всех систем в рабочем состоянии. А сюда включите ремонты, связанные с переходом. Например, кто-то перешел неудачно и сломал мачту. Мачта, двадцатка сразу. Но берем, наверное, варианты попроще. Ее все-таки можно починить. Но не забывайте, что в любом случае каждый переход будет тянуть у вас от трех до пятерочки зелени, если вы идете через океан. Потому что износ роликов, износ lines, то есть веревок, которые на лодке, это тоже огромные деньги. Пример. У меня холиард. Мейнселл холиард, или фал, который поднимает основной парус. Его нужно 50 метров. У меня веревка дайнима стоимостью 15 евро метр. Если вы умножите эту сумму на 50, то у вас получится уже нормальный бюджет. И не забывайте, что веревок на лодке просто огромное количество, которые от солнца выгорают, которые изнашиваются от постоянного трения. И вам нужно их менять. Поэтому это мы добавляем в стоимость Bot Maintenance. Может быть, вам не обязательно дорогие веревки, такие как у меня, потому что мы ходим много, и мы посчитали, что это более экономно. Есть более дешевые варианты, но все равно меньше, чем 7-8 евро за метр веревки скорее всего вы не найдете. А их здесь нужно не знаю, под километр, наверное. Если вы ездите на тузике, то стоя на якоре и экономя, то в любом случае у вас будет бак уходить за неделю. То есть бак стоит порядка 30 евро. И это, если вы подчеркиваю, ездите немного, а так можно бак выкатать и за день. Но берем бак в неделю, 4 недели, умножаем на 35 евро, добавляем в стоимость. Вы решили перемещаться. Вы готовы платить за свое перемещение, скажем, за ремонт парусов или порванные паруса, за ремонт веревок, новые веревки и так далее. Вы к этому готовы. Далее стоимость чек-ин, чек-аута в разных странах. Если вы ходите по Средиземке, скорее всего это будет крайне небольшой бюджет. Скажем, если вы заходите в Турцию, там может несколько сотен долларов быть. Если вы заходите, например, в Панаму, годовой крузин пермит на лодку, вам обойдется в 280 долларов, плюс по 20 долларов чек-ин за человека. и так у нас получается 350 долларов просто за оформление, которого вам хватит на полгода. И вы будете стоять в одном месте. Если вы хотите выйти, пойти в Колумбию, это может быть стоить вам еще 400. Если вы хотите пойти на Галапагос и на Галапагос стоимость чекина на 3 месяца 2000 долларов. На Багамы крузин пермит и все вам обойдется в 600 долларов. И так понимаем, чем больше ходим, тем больше платим. Поэтому если мы возьмем регионы, где это дешево или бесплатно, это одно. Обычно все равно за это приходится платить. Поэтому мы добавим 50 долларов в месяц на вот эти все процедуры. Но вам нужно понять, что это будет вам немножечко больше, если вы хотите все-таки путешествовать. Ну что, друзья, давайте резюмируем. Если вы хотите жить максимально дешево, у нас есть графа с минимальным бюджетом. Если вы хотите жить оптимально экономя, у вас будет получаться в месяц столько. Если вы хотите жить и иметь свою жизнь, к которой вы у нас есть третья графа. не забывайте, что у нас есть четвертая графа. Это тот бюджет, который у вас должен быть на случай непредвиденных ситуаций. Например, поломка мачты, что-то пошло не так, или кто-то заболел, должен лететь домой. у вас должна быть сумма порядка 20 тысяч долларов постоянно лежать в загашнике. у вас что-то пойдет не так, чтобы вы не стояли и думали блин, что же делать. Ну вот все, у меня ударил лодку, мне ее нужно поднять и посмотреть, что с килем, а денег у меня нету. И получаются такие рэки, у которых мачта торчит из воды, и люди теряют абсолютно все, потому что у них нет вот этого безопасного запаса, который может спасти их в дальнейшем. На самом деле я не пытаюсь вас пугать, я не пытаюсь сказать, что это дорого. Дорого это вообще оценочное осуждение. Кому-то дорого это, кому-то это недорого, кому-то дорого что-то другое. Поэтому я подчеркиваю выступаю за осознанность. Из всего того, что я перечислил, вы можете добавлять что-то свое, либо убирать из этого списка что-то свое. Но общее понимание, как это работает, особенно в моем случае, оно вот такое. И вот это приблизительно сумма, которую мне обходится яхтинг в месяц. И вы должны быть готовы, можете ли вы тратить эту сумму для того, чтобы жить вашей мечтой. Хотя если правильно подстелить, то можно придумать себе абсолютно любые форматы отдыха. Поэтому друзья, подчеркиваю, что я за осознанность и за яхтинг я топлю в первую очередь, потому что людей в яхтинг должно приходить много, но должно быть четкое понимание, что вам придется за это платить, а не живи в шалаше, лопухом подтирайся. Я считаю, это просто фатальная ошибка, которая на мой взгляд это не путь яхтсмена. Но об этом мы не будем. Я рассказал свою ситуацию. На будущее хочу сказать, что опять же повторюсь, я говорил в середине ролика, Дина делает большую медицинскую подготовку, большую тему, связанную с аптечкой, с медициной, с косметологией, и она будет периодически выходить в эфир. и с точки зрения девушки, которая отвечает за здоровье семьи и меня включая в том числе, она расскажет, как это оптимально сделать, не переплачивая и находиться в бюджете, но реально сколько это стоит. Поэтому ждем и скоро вы все узнаете. Но и в ближайшее время мы сделаем один очень крутой ролик, сколько стоит кругосветка. заспойлерил. На этом наш выпуск подходит к концу. Не забывайте ставить лайки, комменты пишите, что вы по этому поводу думаете, попробуем подискутировать. И если есть вопросы, опять же, может быть, я что-то забыл. Подписка, колокольчик или звоним в Рынду, как там кому нравится. И до встречи на следующей неделе. Пока, друзья! Редактор субтитров Корректор А.Егорова